ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, пойдем зададим вопросы? Здрасте, представьте, пожалуйста. Меня зовут Рашид. Рашид, очень приятно, меня Кирилл зовут. Ну что, Рашид, пять вопросов, коротких. Задаю вопрос, думайте над ответом и оцените свой ответ. Минимум один балл, максимум пять. Задача набрать всего лишь 15 баллов. Ну, поехали. Первый вопрос. Текст какого военного документа изображен на плакате «Родина мать зовет»? Вот там, знаете, оно так пальцем показывает, да? И там вот такой вот документ. Как этот документ? Ну, представьте, вот смотрите, пришел новобранец, да? Ну, да. Что он первым делом делает? Присяга, конечно. В первую очередь, это присяга. Я служил два года, присягу принимал. Ну, думаете, это присяга? Да нет, я не думаю, что это присяга. А может, присяга? Родина мать зовет, да? Да. Вот такая вот пальцем показывает. А, ну да, да. Не могу вспомнить, что точно. Ну, надо что-то ответить, поэтому... Ну, тогда присяга. А на сколько? Уверенно. От одного до пяти? Ну, на троечку. На троечку. Это действительно так, это присяга. Действительно, это присяга. Второй вопрос. Психологи-исследователи обычно работают в институтах. Поэтому для исследования они чаще всего привлекают белых мышей и крыс. Ну, видели, да, по телевидению? Белые мышки там и крысы бегают. А также студентов этого курса. Какого? Ну, смотрите, пришли первокурсники. На первокурсниках стоит экспериментировать? Нет, конечно. Нет. А вот после... Какого курса или... Первого, второго, третьего? Ну, да, первого, второго, третьего. А, экспериментируют? Да, чаще всего. Пятый вот у нас блатные уже, да? Да. Слишком. У меня внук на третьем курсе, только не на медицинском. Ясно. Да это... Вот эти эксперименты касаются всех вузов, как правило. В каждом же вузе, неважно, это обязательно... Не обязательно должен быть медицинский. Медицинский, да? Не обязательно. Вот как вы думаете, какой курс? Исследования ведь... Ну, да, вот проводят всякие... Ну, обычно, знаете как? Какие-то определенные программы, учебные программы или какие-то нововведения. Первым делом привлекают студентов этого курса. Пальцем в небо. Давайте второго. Второго. А на сколько? Пальцу доверяете? Ну, так же, на троечку. На троечку. Действительно, ваш палец удачливый. Пальцем правильно ткнули. Действительно, студент второго курса. Следующий вопрос. Профессор архитектуры по имени Эрне изобрел оригинальное учебное пособие для своих студентов, чтобы они точнее и полнее понимали принципы построения воображения. Ну, он проектированием занимался. Однако, популярность изобретения очень быстро распространилась по всему миру, став настоящим хитом своего времени и даже сейчас. Вот человек, знаете, как раньше, там, автокад, точнее, сейчас автокад и все вот этого, да, для того, чтобы там дома, вот. А он сделал такую вещь. Можете подсказать, что он проектировал? Ну, он занимался проектированием различных строительных объектов. И вот он сделал такую вещь. И она приобрела мега популярность еще в 80-х годах. И по сей день даже чемпионаты. Не стыдно. Это не знаете, у меня дочь архитектурный факультет закончил. Вы знаете эту вещь. Не исключено, что вы сами ее крутили. Не исключено, что вы сами ее крутили. Не знаю ответа, честно. Ну, вот. Я не могу вам сказать фамилию. Да, я понял. Да, я понял. Если бы вы сказали, что он построил, я, может быть, вспомнил и фамилию, потому что... Эрне имя не помню. Назвали его Эрне. Ну? Вот который столицу Бразилии построили. Нет. Это вещь, которую можно покрутить в руках. Ну, подумайте. Вот такой объект, да? Так же не объект, такая же вещь. Ее можно крутить в руках. Макет, скорее. Макет, да. Вот, вот, вот. Как эта штука называется? В виде какая-нибудь инсталлера. Не, не, не. Это в руках. Еще 80. Ее это... Ее можно крутить в руках. Ее собирать. То есть, в принципе, ее необходимо ее собрать. Там собираются стороны. О чем идет речь? Кубик Рубика, случайно. Ну, как вариант. Давайте кубик Рубика. Кубик Рубик. Это действительно так. Так, кубик Рубик. Да не может быть. Да, действительно, это кубик Рубик. Так, ну, давайте, сколько я вам очень много подсказал. Давайте. Да. 5, конечно, нет, да. Но вот 3, 9 балла в вашем активе. Да, вы подсказываете. Дальше. Четвертый вопрос. В каком своем стихотворении... Будет несколько вариантов ответственности. Это тест вопрос. В каком своем стихотворении Пушкин употребляет слово товарищ по отношению к оппоненту? Узник. Узник. Няня. Или Аня Керн. Узник. Узник. Да, узник, я думаю, это товарищ мой. Клюет, по-моему, что-то. Насколько уверены? Ну, давайте на 3. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Узник. Действительно, правильно. Ну что, 12 баллов. Последнее. С каким государством, не входившим в состав СССР, Россия имеет максимальную сухопутную границу? Как вы думаете? Не входившим в состав СССР. Максимальная сухопутная, я думаю, с Монголией. Монголия. А насколько уверены? Максимальная сухопутная, не входившим в СССР. С Китаем там мало на Памире. Ну? Всего на все 5. За все 5. И это действительно так. Это действительно Монголия. Ну что, я вас поздравляю. Вот смотрите, это эксклюзивный браслет. Здесь написано победитель. Игра «Думай, знай, познавай». Прошу. Спасибо вам огромное. Он светонакопительный. Вам спасибо за поддержкой подсказки. Ну, я старался. Я всегда на стороне участника. Да, Тетя, казалось бы, есть определенные знания. А вот на конкретный вопрос ты затрудняешься ответить. Уверен, что вы все это знали. Спасибо вам огромное. Смотрите вас на телеканале «Видное ТВ». Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok